Здравствуйте, дорогие воспитанники и уважаемые сотрудники нашего центра образования. В эфире ученики 2-го класса Б с передачей из цикла «Дети, герои Великой Отечественной войны 1941-1945 года». Каждый год вся страна и все прогрессивное человечество отмечает праздник Победы. В 1418 дней длилась война. Война, потребовавшая чрезвычайного напряжения сил. А ведь тогда, в июне 1941-го, никто думать и не хотел, что мирное небо над головой наших дедушек и бабушек, тогдашних мальчишек и девчонок, взорвется тысячами всполохами огня, огня войны. Июнь клонился к вечеру закат, и белой ночью разливалось море, и раздавался звонкий смех ребят, не знающих, не ведающих горя. Июнь тогда еще не знали мы, со школьных вечеров шагая, что завтра будет первый день войны, а кончится он лишь в 45-м мае. Лида Вашкевич. В городе Гродно, оккупированном фашистами, действовало коммунистическое подполье. Одной из групп руководил отец Лида. К нему проходили связанные подпольщиков, партизан, и каждый раз у дома дежурила дочь командира. Со стороны поглядеть играла. Она зорько всматривалась, вслушалась, не приближаются ли полиция и патрули, и если нужно, подавала знак отцу. Опасно? Очень. Но по сравнению с другими зананиями, это и было почти игрой. Лида добывала бумагу для листовок, скупая по паре листочков в разных магазинах, чата с помощью своих друзей. Наберется пачка, выпрячет ее девочка на черной сумке, доставит условное место, а на другой день весь город читает слова правды о победах Красной Армии под Москвой и Сталинградом. Девочка предупреждала народных мстителей об лавах, обходя явочные квартиры. Ездила поездом со станции на станцию, чтобы передать важные сообщения притязанам-подпольщикам. Проносила взрывчатку мимо фашистских постов, все в этой же черной сумке, засыпав доверку углем и стараясь не сгибаться, чтобы не вызвать подозрений. Уголь-то взрывчатки полегче. Эта сумка оказалась в городнецком музее и галстой, которую Лида тогда носила за пазухой. Не могла, не хотела с ним оставаться. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ День Победы Память, какая она бывает, разная. Как сохранить эту добрую вечную память о тех людях, кто отдал жизнь за наше сегодняшнее небо? Как сохранить эту память? Можно написать книги, снять фильмы, поставить памятники и монументы, назвать в честь героев города и улицы. Но ведь очень скоро люди забудут, что этот город или улица носит имя Герой. Забудут, если мы, граждане сегодняшней России, не будем искать, собирать и хранить крупицы истории Великой Отечественной войны, которые и так дороги каждому русскому человеку. Признавая величие той победы, мы храним память о тех людях, кто сделал этот мир цветным и счастливым. Спасибо за внимание. С вами были Кирилл Букин, Анастасия Шкода. До новых встреч в новом учебном году. С праздником! С Днем Победы!